Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! 12 ноября 1850 года родился великий русский шахматист Михаил Иванович Егорин, и это видео посвящено его жизненному пути и его творчеству. Огромный вклад Михаил Иванович внес в развитие и популяризацию шахмат в России, не только играя в шахматы, но и пытаясь организовать шахматистов всей страны и организовать всеобщее всероссийское движение. Человек с непростой судьбой и с яркими шахматными достижениями начал свой шахматный путь по современным меркам Михаил Иванович очень поздно в Гатчинском Сиротинском институте, где учился и Рос Чегорин, научил его игре в шахматы, преподаватель немецкого языка Август Шуман, когда Чегорину было 16 лет. А свои первые шаги, если можно так сказать, в мире шахмат Чегорин сделал по воле случая, узнав, что на Невском по адресу Невский проспект 24 в ресторане Доминик играют любители шахмат. Туда и отправился Чегорин, играли там только на деньги, и в первом номере шахматного листка 1876 года Чегорин писал, какой крепкой головой, какими крепкими нервами должен обладать шахматист, играющий у Доминика. В этих прокуренных залах, где играли на ставку, Чегорину вскоре повезло, и он познакомился с одним из сильнейших шахматистов России того времени, Эммануилом Степановичем Шиферсом. Сначала Шиферс давал Чегорину фору ладью, затем коня, но вскоре Шиферс стал давать своему молодому сопернику лишь пешку и ход вперед. Позже Чегорин писал, много четвертаков переплатил я Шиферсу за науку, оставаясь иногда без бутербродов, но результаты были налицо. Я страстно любил и ценил шахматы, и первая, далеко не случайная победа над сильнейшим игроком России доставила мне исключительную радость и предупределила мою судьбу. Вот так вот непросто начинался шахматный путь Чегорину, и стоит отметить, что Михаилу Ивановичу всю жизнь пришлодилось сталкиваться с финансовыми проблемами, но тем не менее это не помешало ему сыграть два матча на первенство мира с Вильгельмом Стенницем в 1889 и 1892 году. Именно во втором матче так близок был к шахматной короне Чегорин. Но тем не менее, не удалось победить Чегорину в матчах на звание первенства мира, не удалось стать чемпионом мира, но тем не менее Чегорин внес огромный вклад в теорию шахматных дебютов. Многие схемы и варианты названы в честь Чегорина. Вспомним, например, систему Чегорина в испанской партии, в открытом, в основном ее варианте, которая возникает на доске после таких вот стандартных ходов, Чегорин предложил решать проблему ферзевого фланга вот путем таких конь А5 и С5. И по сей день это продолжение не опровергнуто и продолжаются анализы этой схемы. Конечно, если вспоминать имя Чегорина, также приходит на ум французская защита и ход ферзь Е2, который Михаил Иванович отстаивал и защищал. Нельзя не упомянуть про защиту Чегорина в ферзевом гамбите. Д4, Д5, С4, конь С6 после ходов. И еще огромное количество схем, вариантов и защит анализировал Чегорин и применял. И, конечно, конечно, нельзя не отметить его любовь к гамбитам. В матчах и в поединках с Вильгельмом Стейницем гамбитом Эванса было открыто 23 партии. И результат этих встреч, сыгранных гамбитом Эванса против первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейницем, плюс 12, минус 6, равно 5 в пользу Чегорина. Ну, давайте посмотрим партии. Расположены они, отобраны они мной в хронологическом порядке. Первая партия не безошибочная, но показывающая любовь Чегорина к гамбитам сыграна в Санкт-Петербурге в 1874 году. Только делал первые шаги на большой шахматной арене Михаил Иванович Чегорин. И в этой партии был разыгран гамбит Муцио. Чегорин Давыдов, Санкт-Петербург, 1874 год. И начинает ее Чегорин королевским гамбитом. И не просто королевским гамбитом, а диким гамбитом Муцио, где белые жертвуют коня в надежде использовать свое развитие и организовать атаку на короля соперника. Но конь достаточно серьезная жертва. Его соперник долгое время играет очень-очень неплохо, принципиально на Е5. Он здесь забирает смело пешку на Е5 без предрассудков, открывая линию Е, но пока ход ладья Е1 невозможен. Пытаются белые закончить развитие, выводят свои фигуры. Черные также играют хорошо. Конь Д5, король Д8. Здесь следует ход слон С3. В дальнейшем белые пытались играть на компенсацию ходом ферзь Е2. Но и здесь после ферзь Е6 черные отбивали атаку белых. В партии же последовало слон С3 с переводом слона на Ф6. Слон Ж5. Все пока идет отлично. Черные пытаются разменять фигуры белых, которые в атаке. Ж4. Последний шанс белых как-то осложнить игру. Слон Ж5. Ферзь Ж5. Аж4. Все-таки отвлекая ферзя от защиты пешки Ф. Ферзь бьет Ф4. Нападая ни много ни мало на мат на С7. В случае конь бьет Д5. Последует мат по линии Ф. Поэтому брать, конечно, на Д5 не стоит. Д6. Делается ход. Конь Ф6. Все шло очень неплохо для черных до этого момента. И здесь черные решили перекрыть линию Е, сыграв конь Е5. Проще всего, тем не менее, было просто отойти ладьей из-под удара. Ладья Ф8. А затем, после, например, хода ладья Е2 с попыткой поймать черного ферзя, ответить контрударом. Таким вот красивым контрударом. Слон Ф5. Который практически заканчивал. А так у белых черные оставались с лишним материалом и выигранные позиции. Но на то они и гамбиты, что часто рассчитаны на неудачные действия соперника. И в 19 веке, конечно, уровень защиты был не на столь высоком уровне, как сейчас. И следует ход конь Е5. После конь Е5 Михаил Иванович оказывается в своей стихии и бросается фигурами. Своими фигурами на короля соперника. Ладья бьет Е5, следует, разрушая прикрытие перед королем. ДЕ ферзь Е5. Ладья на Е8 все также под боем. Но, что самое страшное, угрожает очень неприятный шаг ферзь Д4. Могли еще черные сопротивляться. Еще одну ошибку допускают здесь, уже решающую. Следовало им сыграть слон Е6 с тем, чтобы на ферзь Д4 закрыться конем и затем все-таки как-то попытаться организовать контр-игру. Но здесь позиция оставалась сложной, неясной и вся борьба была бы еще впереди. А в партии последовал слон Ж4, но вот эта жадность уже наказуема, потому что эта пешка и вот эта связка для черных оказывается решающей. Ферзь Д4, шаг следует, король С8 и наказание за неосторожное взятие на Ж4. Слон Е6, шаг. Вот такой вот пример перекрытия и связки одновременно. Слон бьет Е6. По понятным причинам ходить нельзя. Ну а после ФЕ следует просто ферзь Д7 и ферзь Е8. В дальнейшем конь Д7 мат. В партии черные попытались убежать королем на Б8, но здесь последовал изящный маневр коня. Конь Д7 шаг, конь С5 шаг, конь А6 шаг, вынуждены черные забрать коня и ферзь Б4 мат. Вот такая вот партия. Вы скорее всего поспорите, что ее вряд ли можно назвать топ партии Чегорина, но это самое начало пути, как я уже сказала. Но мне хотелось показать самые первые партии Чегорина и это атака, пусть и некорректная, мне чем-то приглянулось. Идем дальше. Первым шахматным учителем Михаила Ивановича Чегорина был один из сильнейших шахматистов того времени Эммануил Степанович Шиферс. И эта партия интересна тем, что ученик берет верх над своим учителем. Итак, Чегорин Шиферс. Санкт-Петербург, 1880 год. Е4, Е5. Чегорин играют белыми. Конь Ф3, конь С6. Разыграна шотландская партия. Один из основных из магистральных и сегодня вариантов. Слон С5. Играют черные. Слон Е3, ферзь Ф6. Пока все достаточно. По современным меркам теории развиваются. С3, конь ЖЕ7, слон С4, Д6. Делают ход пешкой вперед. Можно сначала рокироваться, но в принципе ход Д6 рано или поздно, наверное, придется черным сделать, чтобы открыть дорогу слону и защитить центральное поле. Ф4. Тем не менее, ходит Чегорин. Так, сейчас белые редко бросают пешку вперед. Но тогда это были только первые шаги в теории шахматных дебютов. Шиферс реагирует очень конкретно. Ферзь Ж6. Двойной удар. Но Чегорин и не думает паниковать и останавливаться. И ходит 0-0. Жертвуя пешку на Е4. Надо отдать должное Шиферсу. Он эту пешку уберет. Хотя Вильгельм Стенниц, который отмечал эту партию, говорил, что это необоснованная жадность. Но, как мы увидим, ход Ферзь Е4 так строго порицать не следует. А что следует назвать ошибкой, это следующий ход черных. После ладья Е1 черные не выдержали и ушли Ферзем на Ж6. И вот ход Ферзь Ж6 оказывается уже очень серьезным упущением. Черным следовало побить на Д4 и сыграть Д5. Перекрытие этого слона и после конца 3 Ферзь Ф5 самое все страшное оставалось для них позади. Белым еще надо было бы доказать, за что они пожертвовали пешку. Хотя, безусловно, компенсация имеется. Два слона, определенная слабость и по линии С, и по линии Е есть давление. И, наверное, здесь Чегорин что-нибудь бы придумал. Но в партии Шиферс отступает Ферзем на Ж6 и задача белых облегчается. Они бьют на С6. Приходится ходить слон Е3, потому что в случае БЦ у черных бы после взятия на С5 возникала совсем бы печальная стройность пешек. А после слон Е3 ладья Е3 БЦ беда в том, что черный король не успел рокироваться. Ферзь Е2, Ферзь Ф6, пытаясь как-то защитить коня. Конь Д2. Угрозы очень серьезные. Ладья Е1 хотят сыграть белые и просто выиграть фигуру. Приходится черным идти на дальнейшее ослабление. Д5. Ход Д5 ослабляет черные поля и лишает гибкости пешечный кулак. Слон Д3, слон Е6, но это необходимость, чтобы не потерять фигуру. Ладья Е1. Подготавливаем продвижение пешки Ф5 где-то в дальнейшем. Ж6, защищаясь от угрозы Ф5. Конь Б3. Можно было, наверное, и сразу начать на движение пешек на королевском фланге, но Чегорин предпочел подождать, пока черные определятся с рокировкой и уже после 0-0 с открытым забралом направил свою пешку вперед. Идея проста сыграть Ф5. Конь на Е7 пока провисает, поэтому черные его защищают. Ладья Е8. Конь С5. Конь заходит с ферзевого фланга, приближается к слону на Е6. И здесь уже не так просто черным действовать. И за Ф5, и за Ж5 продвижениями надо следить. Д4. Попытка как-то выпрыгнуть фигурами через пункт Д5, обострить игру, но этот ход, как часто бывает, ведет лишь к ускорению. Печального, необратимого процесса погибания. Ж5. Ферзь Аш8. Конечно, если бы Шиферс знал, чем закончится партия, он бы, наверное, предпочел ход Ферзь Ж7. После этого могло последовать Конь Е6, ФЕ, Ладья Е6. Или Ладья Е6, ФЕ, Конь Е6. Белый бы. Скорее всего, все равно бы довели партию до победы, но не столь эффектно, как это случилось после Ферзь Аш8. Здесь последовал Ладья Е6, ФЕ, Ферзь бьет Е6. И выясняется, что, несмотря на такое большое количество фигур вокруг черного короля, они помочь своему монарху не могут. Король Ж7 последовал в партии. После Ладья Е7 партия могла бы закончиться вот таким изящным способом. Слонца 4, Ферзь Ж7, Ф5. Открывая линию Ф и подключая Ладью к атаке. ЖФ, Ладья Е5. И вот таким вот матом все заканчивалось. Ну, а в партии тоже все закончилось симпатичным матом. Король Ж7 сыграли черные, Ладья Е1, ДЦ и красивая, изящная, пусть не сложная, но жертва Ферзя не может не радовать. Ферзь Е7, Ладья Е7, Ладья Е7. И черные форсировано получают мат вот таким вот способом. Что же, победа ученика над учителем. Такое случается. А мы идем дальше. Итак, в 1881 году Михаил Чегорин, первым из российских шахматистов, дебютировал на международной спортивной арене. Сыграл он супер турнир, можно сказать так, в Берлине. И посмотрите на одну из партий, на одну из побед Чегорина из этого турнира. Это вполне современный дебют Миттельшпиль, но и очень красивая атака. Итак, никаких гамбитов. Играет Михаил Чегорин против Луи Паульсона. И на доске что-то похожее на вариант Паульсона. О, сюрприз. Который постепенно переходит в построение. Схивенингенские или Шивенингенские. И после 14 ходов на доске вполне себе современное сицилианское построение для этого варианта. Но здесь следует ход Д5. Ход Д5 скорее неудачен. Черным следовало пойти Б5. И продолжать маневрировать, продолжать готовить продвижение Е5 или Д5. Потому что после Д5 белые закрывают центр. Конь Е8, конь Ф3. И следует еще одно неудачное движение пешки. Показывающее, что к тому времени, пусть Луи Паульсон безусловно придумал это дебютное построение. Но в Миттельшпиле черные не совсем верно понимали, что надо делать. Им главное подорвать пешечный центр белых, а не фиксировать структуру. Потому что после хода Ф5 выясняется, что черные практически беззащитны против усиления белых. Как на ферзевом фланге, так и на королевском. Прежде всего на королевском. Ведь пешка Е5, она как клин разрезает позицию. И вот это поле, например, Ф6, уже черные никогда не смогут завоевать. Ввиду неаккуратных ходов Д5 и Ф5. И все это приводит к тому, что постепенно, ход за ходом, усиливаясь, белые приводят свои силы на королевский фланг. Черные маневрами на ферзевом пытаются как-то создать контр-игру, вытеснить фигуры белых. Но белые аккуратно пресекают контр-игру. И начинают штурм королевской крепости. Черные продолжают маневрировать конями, где-то надеясь прийти на Е4. Но белые на стороже пресекают эти маневры и попытки ходом Б4. Конь Е4, блокируя возможности черных где-то сыграть Д4. И Ж4. Заблокировали центр, заблокировали ферзевый фланг белые. И приступают к атаке на королевском. Ж4, ФЖ, конь Ж5. Черные решаются на слон, бьет Ж5. Дорог им тут хороший совет. План белых прост. Ферзь Ж3, Ферзь Ж4 практически на любые действия черных. Ну и затем, подбираясь к королю, скорее всего они поставят мат. Поэтому черные решились на такой вот размен. Но вскрывается линия H. Белые начинают страиваться. Ладья H1, Ладья H6, Ладья А, H1. Выясняется, что практически невозможно этому плану белых воспрепятствовать. Обратите внимание на этого коня на А8. Гораздо симпатичнее и лучше для защиты черных. Он бы смотрелся на Ф8. И пытаются, пытаются черные как-то этого коня вернуть. Но слишком уж он далеко. Ферзь Ж3, Ферзь Ж4 сыграно. Конь Б6. Идет конь куда-то поближе. Но это лишь ускоряет развязку. Следует очень красивый ход. Ладья Б8, H7. Который, тем не менее, сложно не сделать. Ладья H7, Ладья H7. И выясняется, что в случае короля H7 следует Ферзь H5, Ферзь Ж6. Ну и мат на H7. В партии последовал Ладья Ф7. Но тогда белые могут победить не одним способом. И съедая весь королевский фланг, белые заканчивают партию вот таким вот изящным Ферзь Е7. Ну что же. Очень интересная партия. В том плане, что Начало и Миттельшпиль выглядели достаточно современно. Ну а затем черные продемонстрировали, что все-таки они чуть отстают. В понимании этого типа построений. И фиксация центра никоим образом не является главным планом здесь за черных. Но Чегорин был на высоте. И мы переходим к следующей партии. Четвертой и пятой партиями этого видео я бы хотела поставить поединки Чегорина со Стенницем. Но не из широко известных матчей на первенство мира. А из тематического матча, где Чегорин отставил свою точку зрения, а Вильгельм Стенницем свою. Стенниц считал, что применяемые варианты Чегориным некорректны. Речь шла о двух позициях. Позиции из Гамбита Эванса. А именно в варианте слон Б4, С3, слон А5, 0-0, ферзь Ф6, Д4. Этот ход, ферзь Ф6, впоследствии от которого Стенниц отказался. Тем не менее, на момент этого тематического матча, телеграфного матча, сыгранного по телеграфу в 1890 году, еще защищал этот ход Стенниц и считал, что после коня H6 его позиция должна защищаться, а лишняя пешка должна сказаться. Ну и второй позиции, на которую был сыгран этот матч, явилась позиция из защиты двух коней, которую тоже Стенниц считал защитимой и не верил в компенсацию за пешку, пожертвованную черными. А ход конь H3 ему очень здесь импонировал. Чегорин с ним был не согласен, и вот такой вот своеобразный интересный матч был сыгран, где Чегорин разгромил чемпиона мира 2-0, доказав, что убеждения Стенница вот в данных конкретных двух позициях не верны. Итак, смотрим. Первая партия Гамбит Эванса, вариант с ходом ферзь Ф6 и конь H6. На что последовал слон G5, D5, ферзь А4. Ну, мы все прекрасно понимаем, да, с фигурами, стоящими на крае доски. Вряд ли можно говорить о полном уравнении, тем более о перевесе. C6 приходится как-то черным подрывать центр, потому что иначе конь с D8 просто не может выйти. Да, к тому же угрожает очень неприятная конь B5 с поимкой ферзя. С6, слон Е2, слон С7, конь С4, ферзь Ф8, D6, просто гвоздь вбивается в позицию черных. Выясняется, что на слон бьет D6. Идея белых сделать код конь B6 и вот использовать связку пешки А. Так, неожиданно. Ладья сгоняется с поля А8. Белые получают возможность взять пешку на А7. И здесь следует очень сильный маневр, отмеченный. С теннисом печать гения лежит на этом ходе. Отмечал первый чемпион мира. Ход слон С1. Ходы назад очень часто оказываются неожиданными, но здесь вот этот перевод слона на А3 практически заканчивает партию. Ведь слон на D6 является защитником ладьи B8. Конь G8 следует. Слон А3, С5, ладья А, D1. Продолжая оказывать давление на слона. Конь F6. Слон С4 было сыграно. Но в этой позиции много можно сильных ходов найти за белых. Тем не менее, давайте посмотрим, как закончилась эта партия. Конь D5, слон D6. Конь H4 с этой стороны. Переходит конь на F5. Пользуясь тем, что ход G6 невозможен, ввиду того, что конь на F6 под боем. Конь D5 и сильный промежуток коня F5. Опять же, подчеркивая вот такую вот деталь, что конь уйти не может, так как слон на D6 находится под боем. G6, конь D6. Слон D5. Слон E6. Слон бьет C5. И черные не находят ничего лучшего, чем отдать качество. Но позиция у них остается безнадежной. Партия еще продолжилась. Но Чегорин достаточно четко доводит эту партию до конца. И заканчивает все вот такой вот небольшой, изящной тактикой. D7. Чемпион мира сдался. И смотрим вторую партию. Вторую партию этого тематического матча, где Вильгельм Стенец отстаивал ход. Конь H3. Почему-то он считал, что таким образом можно получить белыми перевес. Но, конечно, конь F3 более логично смотрится. С другой стороны, ход конь F3 попадает под удар E4. Смотрим эту партию. Слон C5, D3. 0, 0. Конь C3. Конь D5. Открывая дорогу пешки F. Конь А4. Слон D6. Ну и здесь следует ход конь G1, который, честно говоря, подчеркивает неудачность хода конь H3. Наверное, следовало сыграть 0, 0. И несмотря на то, что очень страшно после слона H3 GH оказаться у разбитого корыта, но, по крайней мере, было бы принципиально продолжить именно так. Потому что после хода конь G1 белые отстают в развитии. И вновь, смотрите, вновь конь из Тенеца расположена на краю доски. F5, C3, слон D7. Все позиционные постулаты, как мы знаем, в шахматах мало чего стоят, когда начинается конкретная игра. И время в шахматах гораздо важнее, чем правильное расположение пешек. Ну, может быть, не всегда и не везде, но в некоторых позициях. Особенно, когда король в центре доски при большом количестве фигур. D4, E4. C4, конь E7. Пытаются белые как-то свои фигуры скоординировать. Но очень уж они плохо стоят. И черные, сыграв слон B4, получают возможность продвинуть свою пешку F еще дальше. Здесь, ввиду угроз E3 и F3, белые решают пешку D отдать и попытаться таким вот образом чуть-чуть развязаться. Однако, после короля F1 следует F3. И выясняется, что вновь, вновь атака гораздо быстрее у черных развивается. GF, EF. Слон F3 последовала в партии. Слон F5, конь E4. И здесь очень сильный, очень точный ход. Слон бьет E4. На слон бьет D4 последовало бы слон C2. В случае слон бьет E4. Очень сильная ладья F2. И, безусловно, это Чегорин предвидел заранее. И от угрозы ладья F8 белым тяжело защититься. А после конь F3, ладья F8, король G2, конь G6. Вновь эта связка очень неприятна. И угрожает ход конь H4 и конь F4. И белые должны проиграть. В партии последовал ферзь E2. На что черные продолжают игнорировать то, что их ферзь находится под боем промежуточными ходами сильными. Слон бьет F3. На конь бьет F3. Ферзь просто уйдет. В случае слон D4. Слон G2 в промежутке. Затем конь F5. В партии последовала ферзь E6 шах. Неужели Чегорин зевнул промежуток? Но нет. После короля H7, слон D4, слон H1. Выясняется, что ферзя белые забрали у черных. Но черные за это время очень много фигур у белых тоже выиграли. И вот это соотношение фигур, которые у нас на доске. Ладья и две фигуры за ферзя. В пользу черных. И дальнейшее, опять же, достаточно просто. Ничего здесь не происходит сверхъестественного. И партию Чегорин доводит до победы. Такой вот интересный тематический матч, где Чегорин доказал, что и чемпионы мира могут ошибаться. А я на этом наш видеоэкскурс по творчеству Михаила Ивановича Чегорина подвожу к концу. И очень-очень жду ваших комментариев с теми партиями Чегорина, которые нравятся вам, которые вы запомнили, к которым возвращаетесь, пишите, ставьте лайк. И до новых встреч. Не болейте, играйте в шахматы.